Друзья, всем привет! Вы снова на канале Питомника Собак. Сегодня мы наконец начинаем цикл серий про роды Блюбери. Блюбери сейчас у нас находится в соседней комнате. У нее последние дни беременности. И мы сейчас готовим для нее гнездо. Потому что последние дни перед родами она будет жить с нами на кухне. Мы сейчас ей застелим вот здесь гнездо. В принципе, кто смотрел в прошлый раз роды Блюбери, которые были в прошлом году, уже знает. Потому что мы тоже знаем, что Блюбери у нас спокойная собака. Ей не надо будет в клетку садиться. Здесь не нужна будет клетка. Она просто сама будет жить себе спокойно в гнезде. Как вы помните, предыдущие у нас были Вася, Бэкнайт. Они ждали роды в клеточках. Потому что они, собаки, были спокойные и газливые. И могли себе навредить. Блюбери не такая совершенно. Она, он сейчас увидит гнездо и будет в нем спать. И ждать роды спокойно. Она длинная нога. Она нигде не упадет, ни обо что не ударится. Все должно быть хорошо. Сейчас мы ее позовем. Вот наше легендарное гнездо, которое уже вырастило десятки пометов булей. Вот наша кухня. Вот наши цветочки. Вот наша Яна. Неси подушку. Все. Я буду здесь спать. Ты уже здесь спала один раз. Смотри, здесь кандир работает. Здесь у нас, да, кстати, смотрите. У нас сейчас за окном ночь. Давайте посмотрим, какая температура. 26 градусов в помещении и 26 градусов на улице. Вы можете себе представить. Ночь, 26 градусов. И мы, короче, поставили два кондиционера в питомнике. И вот один кондиционер у нас теперь есть в доме. И он у нас находится как раз на кухне. Поэтому Блюбери будет хорошо в жару переносить. Еще один из важных факторов, почему Блюбери приходит к нам на кухню. Ну что, зовешь? Ты устала опять? У нас... У нас как всегда ночью. У нас как всегда полдвенадцатого ночи. А я говорю, я давай снимем, как мы Блюбери перевозим. Я уже устала. Как всегда, она только что с питомника пришла. Сейчас придет Блюба. Ты ко мне сразу же, да, вастится? Вастится. И вастится пришла сразу же, да? Папин пришла. Говорю, блин, я тебя-то такая классная. Ну, мама тебя больше любит. Все собаки или нет. Блэйда, Голд, Джек, Мила. Это маминой любимки. И Блюбери. Ты, конечно, обаятельная. Ну, я люблю своих шивопопых претель, претелиньи. Вы слишком серьезные для меня. Ну, чего? Нет, ну мы не будем обниматься. Я знаю, это был в прошлый раз, когда мы перед родами здесь лежали и обнимались целый вечер, наверное. И не один вечер ждали роды. Ты хочешь, чтобы я тебя проверил? Посмотр тебе сделал, да? Давай посмотрим. Пузо есть, дети. Не знаю, как я, она не должна шевелиться. Пузо не очень большой. Но мы не знаем, когда она родит, потому что, может быть, она родит через два дня, а может быть, она родит через неделю. Потому что у нас вязка была в течение, там, семи или скольки дней я... Семи. Поэтому, может быть, еще долго ждать. Все, ну давай на место. Все, еще можно на это дожди. О, отлично. Все вспомнилось сразу. Четвертый дом на ближайший месяц-полтора. Кажет, ну нафиг. Чего, Варю, можно понюхать, интересно. Скорее, не знаю, кому идти. Разрываюсь. Сила. Десять маленьких котлов. Да? Ты разрываюсь на десять маленьких котмочка? Так что, все. Завтра покажем, как мы с ней гуляем. А теперь ждем роды. Ждем, не дождемся. Потому что там дети Сильвера. А это очень интересный замес. Да, Эн? Интересно, будут эти колоры или нет. Ну, узнаем, когда ровятся. Сегодня, похоже, начинается последний отсчет дней беременности Блюбери. Потому что Яна говорит, что у нее появилось молоко. Скорее всего, роды будут, Ян, когда? Не знаю. Ну, есть подозрение, что, может быть, и сегодня, и завтра уже, да? Да. Поэтому мы все в ожидании. Блю, ты как? Ну вот, друзья, последний отсчет начался. У Блю появилось молоко. О, Яна говорит, что, скорее всего, она в ближайшее время начнет рожать. Возможно, сегодня, возможно, завтра. Но, скорее всего, вряд ли осталось много дней. Поэтому мы на готове. Блю на готове, хвостиком виляет. Вроде, Яна даже сказала, что она тяжело дышит, да? Есть какие-то признаки, да? Ну, не знаю, почему она так дышит. Может, схватка идет, просто пока не видно. Вроде, сегодня не очень жарко, да? Ну, не, как-то идет, что не жарко. Она дышит языком. Ну, ладно. Мы уже приготовили машину на всякий случай, чтобы, если вдруг что, надо будет ехать в ветеринарку, то у нас здесь было место для родов. Если в дороге будет, мы поем вдвоем. И чтоб комфортно доехать. Клетка ей не нужна, она у нас без клеток хорошо себя видит. Ну, все, давай на свое место, сиди, жди. Иди сюда. Я буду с ней тирея каждый час гулять, так что можно здесь и сказать. Пусть сидит. Копать уже хотим, да? Уже есть желание что-нибудь закопать, спрятать. Чего послушный человечек? Муха, море. Мухи, да, у нас. Хоть липучка, смотрите, висит, не помогает. Питомники мы тоже навесили. Липучка. О, к тебе пришла. Собака человечная. Ну, пришла теперь говорить, мам. Короче говоря, помнишь, как в прошлый раз было? Мне снова нужна будет твоя помощь. Я, короче, она тебе хочет сказать, мам, ты знаешь, я до себя вообще опять никак не справлюсь. Поэтому давай-ка будь дядышком. Я, короче, буду вот здесь сидеть, в лежачке, в гнездышке. А ты все время сиди рядом, чтобы из-за дух чего, я могу вам зарассчитывать. Ну, точно, я прям все признаки. Копать начинает, похоже, уже хочет. Наверное, у нас все-таки не начинает. Да, ребят, похоже, сегодня у нас случатся роды. Потому что все сразу же одновременно началось. Ничего не было. И молоко появилось, и дышать тяжело стало, и еще и копает. Тебе что-нибудь подсказывает твою внутреннюю голосу? Да, да, что-нибудь, скорее всего, жарко. Ну, давай вспомним, как прошло все. Просто хорошо. Сейчас в прошлом естественно началось, просто были некоторые сложности. Да, чтобы все щенки практически застряли. В общем, мы сейчас с Яной сидим, разговариваем, думаем, что делать. Либо ждать, когда начнет рожать, либо ехать в клинике и там сидеть ждать родов. В общем, честно говоря, лишений много. Мы думаем, в первую очередь, не о себе, а о здоровье щенков, поэтому и ехать тоже есть минусы, и не ехать есть минусы. Может, конечно, поехать, когда надо будет поехать. В общем, куряток... В принципе, уже надо. Я так полагаю, что, скорее всего, уже все. Ну, смотришь, как она себя ведет. Давай, заканчивай с вами, и надо будет. Друзья, короче говоря, Яна приняла решение, что мы в этот раз не будем рисковать, рожать дома. Потому что, как вы помните, прошлые роды углюбили были дома у нас, и они были очень тяжелые. Одного щенка там больше пяти минут реанимировали, один застрял. Короче, ничего хорошего в этом не было. И мы этот опыт повторять совершенно больше не хотим, потому что, да, контент получился очень интересный, захватывающий. Но для нас главное – это безопасность и здоровье матери и щенков. Поэтому мы сейчас поедем в ветеринарную клинику АВА в Симферополь, где есть профессионалы, которые нас подстрахуют. В машине у нас уже все приготовлено, что, если что, принимать роды. Так что садимся в машину сейчас и едем уже. Надеюсь, обойдется бескесарево. И просто безопасно, комфортно, под присмотром профессионалов и аппаратуры, дадим щеночков. Включаем, поехали? Да, конечно, в воду машину. Вот у нас уже все приготовлено. Вот Блю, главная героиня. У нее уже схватки, да? Мы ничего не промахнулись? Не приедем туда-сюда? Не знаю. Не приедем и узнаем. Все. Ты с ней сзади поедешь или пока будешь присматривать? Спереди пока поедешь. Если вдруг что-то случится, пересядешь назад, да? Да. Все, понял тебя. Ну все, друзья, наша делегация из трех персон направляется в город Симферополь, в ветеринарную клинику. В составе делегации я, Гоша, главный заводчик Яна Сергеевна Любомирова и собака Плюбери Блэйдовна Рашенбуа, которая скоро родит нам маленьких серверет. Я, как по твоему опыту, доедем до родов или начнем рожать машину? Я не знаю, Гоша, поэтому я тебя прошу не снимать, а ехать и рулить. У меня в ухо сидит в левое, пыхтит кто-то сзади. Едем, короче, впереди тучки. Вообще в дождик попадем. Время у нас 19.43. Рожать будем, как ни странно, в этот раз. Если будем, то вечером. Если не проведем ветеринарки еще до утра. Позвонили в ветеринарную клинику, узнали, что сегодня работает наш любимый хирург Мева Инберовна, который вы уже видели раза три, наверное, на наших видео. Он самый главный специалист по пластической хирургии и по кесареву. Поэтому мы едем к ней, но мы, как и в прошлый раз в Блюбере, едем и думаем о том, что мы родим сами. Поэтому мы просто едем для подстраховки, чтобы, если что, был запасной вариант. Чтобы, если что, всех спасти. Чтобы, если что, всех спасти. Поэтому хирург будет на готове. Надеемся, что нам никто не понадобится, кроме Мева. Она и хирург, и принимает роды, как бы, ну, все делает. Ну, отлично. Все, едем. Осталось около часа. Короче, мы сейчас выезжаем на трассу Таврида и впервые поедем по четырехполосной дороге. Вчера открыли четыре полосы. Раньше все время ехали по встречке. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Раньше всегда одна полоса была в одну сторону, одна в другую. На другой шла стройка. О, да, я уже вижу, здесь уже теперь нет этого перекрестка дуракского. Заделали ограждение. Теперь как люди поедут. О, совершенно обычная, нормальная человеческая трасса здорового человека. С отбойниками и с безопасностью. Вообще круто. Настоящая автомагистраль. Ура, ребята! Сколько лет мы, полтора года мучились. Ездили по встречке здесь. Теперь мы едем по красоте. Что, Яна, рассказывай, ты видишь там? Просто пока наблюдаем. Теперь нам совсем немного осталось. Минут сорок. Проехали большую часть пути. Осталось еще до Симферополя. Минут двадцать. В Любере вот там я не вижу, вы видите. Короче говоря, Яна говорит, что мы слегка не доехали, потому что совсем часто схватки пошли. Буквально нам не хватает минут двадцати. Нам еще ехать минут пятнадцать, как минимум, а то и двадцать. Сейчас медленнее едем. Но схватки слишком частые стали. И Яна говорит, что уже хотелось бы уже... Надо рожать, да, Ян? Да. Рожать мы не можем пока, потому что мы едем. Есть, конечно, варианты, если уж совсем срочно Яна туда залезет и будет принимать труды, но совсем не хочется это делать в машине. Тряпочки, которые я взяла с собой, чтобы щенков принимали. Она их все подмяла под себя и на них лежит. Дорога здесь еще не достроена. Вот мы едем. Ползем. Здесь нельзя обгонять. Там же, видите, закат раскинулся за горами. Ползем. Ян очень сильно нервничает, что... Ты давай едь, Аня. Ну, я не могу ничего сделать. Здесь нельзя обгонять. Мы едем, как едем. Да, взлети и перелети. Сейчас, я хочу. Ну, надо как можно быстрее оказаться в плене. Веришь? Что он там делает? Жалуется на свою жизнь. К тебе хочешь, что ли, как всегда? Чтоб ты ее пожалела. Угу. Никого пока нет в родовых путях. Что, все? Пока что еще идем нормально. Пока полет нормальный. Никого нет в твоих... В родовых путях пока никого нет. А, хорошо. Ее тужат, но родовые пути еще никто не унесает. Слой Бог. Все, осталось чуть-чуть. Мы уже все на последнем... Последнее село перед Симферополем проезжаем. Ну, явно это не успокаивает. Ну, что, не надо, Кай, мне сюда лезть. Тебе все равно здесь места нет. Смотри, здесь ничего нет. Видишь, места не хватит здесь для собаки. У тебя вон целый багажник. Скажи, в багажнике нет тебя, мама. Ну, я так почти в багажнике. Ну, давай, потерпи чуть-чуть. Мы сейчас приедем, и все. Доктор нам поможет. Может, не дай бог, никто опять не застрял. А то я этого не переживу еще раз. Я тогда-то посидела, она всю голову. С Васей? Какой Васей, с Блюбери? С Васей все более-менее нормально прошло. С Васей здесь мы уже ехали, у нее уже в родовых путях Женолгу, первый, который родился. Но в Блюбергово-Родовых путях никого нет. Там на подъеме уже Симферополь, поэтому мы почти приехали. Ура! Я говорю, что Блюбери – это одна из тех собак, которых я бы взяла с собой куда-нибудь путешествовать. Почему? Не знаю, мне нравится ее темперамент, мне нравится ее поведение. Вот кого бы я точно бы не взяла, это твой любимый Симмер. Вот с ним бы я бы точно никуда не поехала. А Блюбери – гонка, это собак, кого я взяла. Симферополь! Друзья, мы приехали в Симферополь. Осталось 10 минут, и мы в клинике. Давай побыстрее, мы уже не можем. Дай ее. Ура, нам осталось 3 минуты до клиники. Мы почти приехали. Да, если бы я руку не держала, мне уж на голову залезло. Она говорит, возьми меня на ручки, мне будет спокойнее. И ради за меня еще. С удовольствием. Вот, друзья, мы подъезжаем к ветеринарной клинике. Ура, ура, мы успели. Парковочных мест занято. Туда остановимся, да? Нет, туда можно встать еще, на 3 машины. Все, Блю, приехали. Сейчас я схожу в клинику. Ты пойдешь все узнаешь? Ну, конечно. Хорошо. Мы ждем тебя. И переживай. Блю сразу такая, где мама, куда? Мама пошла. Вон, мама пошла, да. Жди, жди, не переживай. А ты еще родишь что-то со мной вместе? Давай я тебя буду гладить. Иди сюда, Блюшка. Нет, смотрите, я ей не нужен. Она маму ждет. Видите, смотрит, стоит, где мама. Обалдеть, вот такая у них связь. Нет, никуда тебя не пущу. Ты дрожишь. Я чувствую, ты дрожишь. Мама ждет. Маму ждешь, да? Маму ждешь. Сейчас мама придет, я уверен, с секунды на секунду. Смотрите, копает, копает. Блин, ну что я на меня бросил одного? Нет, тут сиди переживай, что происходит. Не пугай меня, Блю. Веди себя спокойно. Сядь, сиди, жди. Мама появится. А вот и мама. Ну что, мама? Пошли нас ждать. Все, идем. Пошли, пошли, пошли. Да, мы приехали. Пошли, пошли, пошли. Да, пойдем. Специальный вход для гостей. Здравствуйте. 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 Надо вас видеть. Как всегда. Здравствуйте. Надо вас всех видеть. Снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова